МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муниципалитеты подводят итоги социально-экономического развития. Власти столицы обещают исправить недочеты. Синий чулок в очках. Современные женщины в науке развенчивают этот миф. Запредельная скорость и крутые виражи. Лучшие гонщики по Волжье вновь на Чебоксарском льду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня прошло заседание чебоксарских депутатов. Событие осталось бы рядовым, если бы не отчет, с которым выступили руководители города. На собрании присутствовали не только депутаты городского парламента, но и их коллеги из Госсовета, почетные граждане Чебоксар и многие другие. Главы подводили итоги прошлого года и говорили о задачах, которые стоят перед столицей. Отчету глав предшествовало выступлению руководителя региона Михаила Игнатьева. Он дал свою оценку работе тандема, поблагодарил за эффективность, но дал понять, расслабляться рано. Есть резервы, есть потенциал, который мы обязаны, эффективно используя до конца, создавать еще благоприятную среду лучше для предпринимательского сообщества, для развития экономики, для того, чтобы уже по расходной части бюджета улучшать качество жизни горожан столицы города Чебоксара. Вот ключевая задача Ветна. Первым перед депутатами держал слово, как и положено, глава города Леонид Черкесов. Оно и понятно, глава одновременно и председатель Чебоксарского городского собрания. Для Леонида Черкесова 2012-й был значимым годом. Столица отвоевала право на проведение у себя командного чемпионата Европы по легкой атлетике в 2015 году. И получила политическое добро на опразднование 550-летия Чебоксар на всероссийском уровне в 2019 году. Предстоит сделать многое, чтобы к назначенному времени город подтвердил статус самого благоустроенного в России. В частности, отремонтировать многоквартирные дома. В прошлом году освежили более 70, но в очереди свыше 500. А еще ремонта просят свыше 900 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Тема ЖКХ вписана красной строкой в выступление. Необходимо принять действенные меры по повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. Информационная открытость деятельности управляющих компаний. Мы должны решительно требовать от управляющих компаний и ТСЖ качественной и прозрачной работы. Расселение ветхого и варийного жилья также является для нас одной из самых важных тем. Ветхий фонд не только портит общий вид города, но и несет в себе угрозу для проживания в нем людей. И сегодня в городе таких домов порядка 300. В ближайшее время необходимо утвердить трехлетнюю программу проселения граждан и добиться ее реализации. Глава города прошелся по всем значимым отраслям в жизни города. Культура, спорт, образование, демография. В городе в прошлом году родилось больше малышей. Соответственно, придется успевать за этим бэби-бумом и обеспечивать всех детскими садами. 1 сентября этого года город должен закрыть очереди по детям от трех до семи лет, а к началу осени 2015-го по малышам от полутора до трех лет. В прошлом году введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения. Из них один детский сад построен в микрорайоне Волске-3, второй тракторостроители на 280 мест, и детский сад номер 16 в дебузатном микрорайоне. В 2013 году дополнительно мы планируем ввести два новых дошкольных учреждения и два после реконструкции. Социальному блоку, как всегда, особое внимание. Неудивительно, почти 70% расходов на социально-культурную сферу. Чувствительный вопрос – зарплату бюджетников. В этом году ее продолжат поднимать. В 2012 году средняя заработная плата воспитателей в городе составила чуть больше 10 тысяч рублей. Учителей – более 16 тысяч. Цель – довести до средней в экономике. Она пока опережает. По городу 21 тысяча. Но нет пределов для совершенства. В Чебоксарах есть предприятия, где специалисты зарабатывают до 80 тысяч рублей. Выступление главы города дополнил сити-менеджер Алексей Ладыков. Для него 2012-й стал витком развития. Говорил, что старались учесть интересы всех. Но среди насущных проблем – как раз благоустройство Чебоксар. Оно осталось недофинансированием. И тут сразу пучок проблем, в том числе по частному сектору. Муниципалитет. Ежегодно на благоустройство частного сектора выделяются средства. В 2011 году – это 5,5 миллиардов рублей. Ой, миллионов рублей. В 2012 году – 11,7 миллионов рублей. В 2013-м – 13,5. Этих средств явно недостаточно. Для приведения территории частного сектора в соответствии с современным требованиям необходимо средства в размере не менее 1 миллиарда рублей. Наш город растет и развивается. Количество автомобилей постоянно увеличивается. И в связи с этим назрел вопрос комплексного подхода к осуществлению транспортных перевозок. В связи с этим была принята муниципальная программа развития пассажирского транспорта на 2012-2020 год. Чтобы стать благоустроеннее, нужно увеличить доходы. Поступления в бюджет по прошлому году выросли. Но здесь еще есть резервы, которые город закладывает в программу действий. Износ инженерных сетей, застройка новых территорий, новый генплан и ремонт дорог – всем этим город намерен заняться в ближайшие годы. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. 20 лет назад в Чувашии был образован специальный отряд быстрого реагирования МВД по Чуварской Республике «СОБР». За два десятка лет своей истории отряд неоднократно менял свое название, но всегда оставался элитным подразделением – оплотом Чуварской полиции. СОБРовцы не любят греться в лучах славы. Но сегодня бойцам все же пришлось оказаться в центре внимания. На торжественном мероприятии их поздравили глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр внутренних дел по Чуварской Республике Сергей Семенов и другие высокие гости. За 20 лет функции и задачи отряда пересматривались много раз, но понятия «честь» и «совесть» всегда были и остаются самыми главными. Создавался отряд в 90-е годы прошлого века в непростой ситуации, сложившейся в нашей стране. Тогда, на заре становления СОБРа, сотрудники выезжали едва ли не на каждое ЧП, задерживали бандитов, брали с поличным коррумпированных чиновников, изымали незаконно хранящееся оружие – наркотики. Чувашские СОБРовцы постоянно выезжали в командировки в горячей точке, на Северный Кавказ, Чечню, Ингушетию, Дагестан и Кабардино-Балкарию. Они знают, что такое война не понаслышке. Мы, когда с министрами обеда обсуждали, вот как вот эти горячие точки начались, ни одного года не было амнистии для сотрудников Министерства внутренних дел. Ежегодно выезжают для того, чтобы восстановить мир и согласие в регионах Северного Кавказа. Благодаря заслужбу всех бойцов и всех членов семей хочу пожелать вам крепкого здоровья, такого же бойцовского характера, бойцовского духа, чтобы вы со службы всегда возвращались живыми и невредимыми, а семья ваша радовалась вашими достойными успехами в вашей службе. Тех, кто не вернулся из горячих точек, почтили минуты молчания. 128 сотрудников СОБРа награждены орденами мужества и другими правительственными наградами. Сегодня многие из них получили заслуженные медали, благодарности и почетные грамоты. К СОБРовцам всегда предъявлялись повышенные требования. Сейчас они стали еще более строгими. Каждый из бойцов должен иметь высокую физическую подготовку. Многие из действующих бойцов, кандидаты и мастера спорта по самбо, дзюдо и боксу. Кроме этого, СОБРовцы занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Под их опекой – кадетская школа номер 14 в Чубаксарах. Отравлено, что своим опытом, своей любовью к отчизне вы делитесь с подрастающим поколением. Именно после встречи с вами многие мальчишки мечтают о службе в армии и погонах на плечах. Именно на вашем примере вы должны воспитывать настоящих патриотов. СОБР – это закрытое сообщество. Здесь нет случайных людей. Сами они называют себя боевым братством. У нас братство. Не только все практически. Начиная с Камчатки, Сахалена и заканчивая Калининградом. У нас в подразделении всегда дружим. И у нас пути всегда сходятся. Другую всегда поддерживают. Прошли все горячие точки со дня образования подразделений. Неоднократно были вместе в одних командировках в горячих точках. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Чувашии выделены средства из резервного фонда президента России. 41,5 миллион будут направлены на капитальный ремонт зданий, приобретение мебели и оборудования для четырех образовательных учреждений. Наибольшую сумму 15 миллионов направят на капитальный ремонт здания Чебоксарской специальной коррекционной школы детсада номер 2. С 1 марта вступает в силу изменения Гражданскому кодексу, которые отменяют действовавшую до настоящего времени систему двойной регистрации в отношении объектов недвижимости. Теперь договоры купли-продажи, ренты, мены и дарения не подлежат государственной регистрации. И, соответственно, с них не уплачивается госпошлина. Новые правила позволят существенно уменьшить время при подаче заявления, а также сэкономить деньги при регистрации документов. Почему у нас идет уменьшение государственной пошлины? К нам раньше подавали заявление о регистрации договора и платили госпошлину. Заявление о переходе права исплатили госпошлину. Сейчас заявление о регистрации договора подаваться не будет, И госпошлина не будет уплачиваться за регистрацию договора купли-продажи жилья. Такая система действовала раньше при продаже нежилых помещений и земли. Органы Росрееста регистрировали только переход права. Однако прежняя форма сохраняется для регистрации некоторых других договоров. По-прежнему сохранены требования о регистрации договора долевого участия и договоров в потеке. Они регистрируются. С 1 марта осталась и регистрация договоров аренды недвижимого имущества. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Новые уголовные дела возбуждены в отношении экс-главы администрации города Шумерли. Следователи подозревают Алексея Зименкова в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший чиновник еще в декабре 2008 года утвердил акт приемки здания местной налоговой инспекции. А после выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Хотя этот объект не отвечал требованиям безопасности. По данному делу в качестве обвиняемого проходил и экс-руководитель налоговой службы Аркадий Дергачев. Вердикт суда в отношении него был вынесен в прошлом году. Также Алексея Зименкова подозревают в махинациях с землей. Следователи полагают, что он еще будучи главой города, незаконно продал 14 участков, которые находились в государственной собственности. Эксперты оценили ущерб, причиненный муниципалитету в 8 миллионов рублей. Еще 11 земельных участков Зименков передал в аренду для индивидуального жилищного строительства. Хотя возводить дома здесь было запрещено. Заветные для арендаторов сотки расположены в природно-рекреационной зоне. Это было сделано незаконно, поскольку не проводились публичные слушания по этому вопросу, а также не были внесены какие-либо изменения в действующее правило землепользования на территории города Шумерли. В результате населения города, как полагает следствие, оказалось лишено возможности отдыха на указанных территориях. В настоящее время те граждане, которым были предоставлены земельные участки, уже возвели на них частные жилые дома. Данные факты были выявлены благодаря взаимодействию сразу нескольких структур. ФСБ, МВД и природоохранной прокуратуры. Все уголовные дела соединены в одно производство. Премьер-министр России Дмитриев Медведев объявил благодарность руководителю Чувашского управления Федеральной антимонопольной службы России Вячеславу Борисову за большой личный вклад в предупреждение пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд. Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы награждено и само управление по Чувашии. Приоритетными его задачами всегда были развитие конкуренции, снижение административных барьеров со стороны органов власти и помощь малому и среднему бизнесу. В Чувашии подвели итоги и наградили победительниц первого республиканского конкурса «Женский облик в науке». Красивых и умных чествовали в Национальной библиотеке Чувашия. Прошли времена, когда женщин в науку не допускали. Сейчас все наоборот. Ученым-дамам не только включают зеленый свет, но и всячески пропагандируют научную деятельность, в женском исполнении. Для Республиканского отделения Российского союза молодых ученых конкурс стал первой масштабной акцией. Гран-при «Женский облик в науке» достался Инне Семеновой, преподавателю филиала Московского автодорожного института. Молодых педагогов, кстати, среди конкурсанток было немало. Я подала, в общем, все свои результаты на сегодняшний день, которыми я обладаю. Это и монографии, и все мои научные труды, и победы моих студентов. И так уж получилось, что оказалось, что у меня самое большое количество моих студентов, которые принесли нашей республике победы. Современные научные дамы – это вам не синий чулок в мужском пиджаке и роговых очках, сутулы от постоянного сидения за книгами. Сегодня многие женщины успешно совмещают научно-исследовательскую деятельность с материнством, хобби, занятиями спортом, не отказывая себе в других маленьких радостях, вроде шопинга. При этом в науке они добиваются заметных результатов. Ирина Ершова – леди-новатор из сельскохозяйственной академии. В свои 27 лет кандидат технических наук и автор более 10 запатентованных изобретений. Данные установки используют низкопотенциальный источник энергии, солнечную энергию и предназначены для хранения сельхозпродуктов, например, таких как картофель, молоко и другие сельхозпродукты. Также наши установки направлены на сбережение ресурсов нашей планеты. Конкурс первый, но не последний, обещает научное сообщество республики. Елена Гальперина, Алексей Иванов, Александр Петров. Республика. Сегодня культурная общественность отмечает 105-летие со дня рождения Василия Миты. В чуварской литературе есть поэты, которым судьба отвела возможность творить недолгое время. Василий Егорович получил образование в Ульяновском чуварском педагогическом техникуме, работал учителем, потом стал писать газету. В 1937 году Василий Мита был репрессирован, освобожден в 1954-м. Было время, когда его имя произносили шепотом и соглядкой. Читатели любили его стихи, но не знали автора. Затем пришло время, когда мильком упоминалась краткая веская Мита. Наконец, и имя, и творчество поэта заняло свое достойное место в литературном мире Чуваши. Сегодня в Национальной библиотеке открылась выставка «Мой голос, как звенящая сталь». А также прошел литературный вечер памяти Василия Миты. Крутые виражи на скользком льду. Лучшие гонщики со всего Поволжье сразились за Кубок Чебоксар. В столице республики отгремели соревнования «Волжский трек». Гонки кольцевые, трасса с препятствиями, на пути машин множество резких поворотов. На стартах женщины, юниоры и даже звезды автомобильного спорта. Кому достанется главный приз – настоящая интрига. На кону солидное денежное вознаграждение. За него боролись только профессионалы. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда пилот входит в крутой поворот, машина тотчас скрывается в клубах снега. Скорость запредельная. На скользкой трассе автомобиль с легкостью уходит в занос. Не помогает даже отличная шипованная резина. Но таких моментов соревнования становились только зрелищней. Второй день гонок. На трассе только профессионалы. Эстафетную палочку они перехватили у юниоров и любителей. Все участники этого заезда – обладатели чемпионских титулов. Многие не раз одерживали победу на престижных стартах страны. Их железные кони оборудованы по всем канонам автомобильного спорта. Внутри салона – каркасы безопасности, всевозможные датчики. Обслуживает гоночный болид целая команда. Устанавливаем каркас безопасности. Подвеска близко к серийной. Все. Класс национальный. Такой распространенный класс. Для бюджетного, скажем так, пользователя. Гонщик. То есть намного лучше, чем кустарным способом в гараже. Конечно, лучше. История повторяется. Как и в прошлом году, далеко от своих соперников вырвались главные претенденты. Финишный заезд. Впереди семикратный чемпион страны Дмитрий Прагин. Именно ему в итоге достаются все лавры волжского трека. На пятистал почета встают и ученики победителя. Призовые места между собой вновь поделили ульяновцы. В Чебоксарах уже второй раз на этой трассе. В том году тоже достаточно хорошо выступил. А так я уже занимаюсь два года в классе Д2 юниор. Автоспорт в Чувашии развивается стремительно. Нынешние соревнования собрали под своими флагами более 70 участников. Рев гоночных болидов в акватории столичного залива раздается уже второй год подряд. Планы организаторов куда глобальнее. Наша задача идти дальше. И вот эти соревнования, почему мы сейчас проводим, опять же, впервые под наблюдением Российской Автомобильной Федерации, потому что мы хотим их возвести в статус российского чемпионата, или российского губка зимних видов спорта автомобилей. И поэтому мы к этому готовимся, исправляем свои ошибки, работаем над совершенствованием трассы, судей. Перспективы ближайшие – собрать лучших гонщиков на одной трассе и в следующем году. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова